Марш-бросок в историю. Сегодня ребята из военно-патриотического клуба «Белый медведь» отправились на лыжах из Наринмара в Архангельск, чтобы повторить путь оленотранспортных эшелонов в годы Великой Отечественной войны. Ранним утром шесть участников похода и их наставник собрались у памятника оленотранспортным батальоном. О пути длиной в историю, который предстоит пройти лыжникам, расскажет Любовь Пермякова. Группа ребят из военно-патриотического клуба «Белый медведь» отправляется в очередной поход. За плечами у лыжников более тысячи пройденных километров. Свой первый марш-бросок, посвященный памяти оленотранспортных батальонов, они совершили в юбилейный 2015 год. Тогда участники перехода прошли путь 180 километров по селам Нижнепечорья. В 2016 году уже 270 километров за семь дней. Причем не по накатанной трассе, а по заснеженной Канинской тундре. Впереди самый масштабный лыжный переход. И в этом году мы завершаем это мероприятие, проходя точно по тому четвертому пути эшелонов, которые формировались с Великого Височного, Нижняя Пеша, Снопа, Ома, Вижас, Несь. И с Неси в этом году мы сворачиваем влево. Как раз так они шли, оленотранспортные батальоны, эшелоны на Мизень и с Мизени до Рикосихи. В общей протяженности мы планируем пройти только на лыжах более 500 километров. Именно по такому маршруту в году Великой Отечественной войны прошли оленные эшелоны из Канино-Тиманской, Большеземельской и Нижнепечорских районов Нинецкого округа до места назначения – станции Рикосиха Архангельской области. Они шли своим ходом в условиях зимы и полярной ночи – несколько сотен километров. В феврале 1942 года на станции Рикосиха из этих эшелонов, а также эшелонов, прибывших из Лишуконского района Архангельской области и Республики Коми, сформировали оленолыжные бригады и отправили на Карельский фронт. Важнейшими задачами северных танков являлась санитарная эвакуация раненых с полей сражения, доставка грузов, оружия и снарядов. Всего с помощью оленей с линии фронта было вывезено более 10 тысяч раненых солдат. Олени перевезли к переднему краю 8 тысяч бойцов и 17 тысяч тонн боеприпасов. Наша задача – дать дань памяти олено-транспортным батальонам, пронести знамя победы, который у нас есть над собой, потому что очень многие, большинство не вернулось с фронта. Чтобы отдать долг памяти тем, кто не вернулся, и проводить тех, кто эту память бережет, сегодня ранним утром у памятника подвига участников олено-транспортных батальонов собрались представители власти, общественности и нефтяной компании «Лукойл Коми», которая оказала финансовую помощь клубу на реализацию проекта в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с администрацией Нинецкого округа. От имени генерального директора «Лукойл Коми» хочется поздравить вас с началом столь непростого пути, пожелать вам удачи, терпения, сейчас оно как никогда вам понадобится. Выразить свою благодарность и уважение за ваше мужество, ведь не каждый отважится на такое тяжелое и дальнее путешествие. Пусть данное путешествие принесет каждого из вас пользу. Удачи вам в добрый путь! Пожелать доброго пути и проводить ребят в исторический поход пришел и участник шести длительных лыжных переходов протяженностью от 600 до 1200 километров Вячеслав Карипанов. Действительно, я им завидую. Если бы сбросить еще хотя бы лет 30, то можно было бы пойти с ними. Но, увы, время идет, время каждому свое время. И поэтому, действительно, это ребята делают большое и очень важное дело. Вот сегодня это патриотическое воспитание, воспитание воли, закалки, физической выносливости, оно как составная часть жизни этих ребят. И очень это радует и впечатляет. В походе лыжники проведут две недели. В крупных населенных пунктах ребята будут встречаться со школьниками и рассказывать о подвиге земляков. Завершится проект встречи с Архангельским военно-патриотическим клубом. Обратно в Наринмар окружные лыжники вернутся самолетом 31 марта.